Девногорск может остаться без тепла. Компания Девногорские тепловые сети подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. В то же время предприятие задолжало энергосбыту более полумиллиарда рублей. При этом акции злостного неплательщика уже проданы на Крит. Подробности у Дениса Денисова. Схема получается следующая. Девногорские тепловые сети закупают энергию у энергосбыта и отапливают дома девногорцев. Однако плату с жильцов собирает другое подразделение СГК – Красноярская теплотранспортная компания. Вот и получается, что на счетах у хозяев котельной денег нет. Девногорскую энергосбыту – один из самых крупных должников. Но по закону просто оставить город без тепла никто не имеет права. Девногорские тепловые сети, скопив шестизначный долг, хотят объявить себя банкротом. В энергосбыте же считают, что это банкротство преднамеренное. И уже на следующей неделе планируют инициировать судебное разбирательство. Электрокотельные – это очень дорогой источник тепла. И в случае развала хозяйства они мертвым грузом лягут на бюджет города. А более чем полумиллиардный долг будут выплачивать жители и предприятия Девногорска. По предварительным подсчетам, это означает, что для жителей цена может подняться до 86 рублей в месяц в течение года. Рост можно сдержать и за счет бюджета. Но если СГК пойдут навстречу энергозбыту, то возможен приемлемый для всех вариант котла. Угольная дешевая генерация, дорогая электрическая генерация, все это замешивается в едином котле. И для потребителей получается средний тариф, по которому они рассчитываются. Но и здесь, конечно же, мы готовы идти навстречу и СГК, и выслушать их предложения по реструктуризации задолженности. В энергосбыте уже сейчас предсказывают возможное повторение подобного сценария в других городах Красноярского края. ТГК-13, как представитель холдинга СГК, в 2012 году вывел в самостоятельные предприятия еще несколько электрокотельных, за которыми тоже сейчас числятся немалые долги. Денис Денисов, Валерий Чащин, 7 канал, Новости 24.